Приветствую вас, давайте попробуем, знаете, именно в вашем вопросе, давайте попробуем рассмотреть каждый аспект, то есть вот прямо каждое слово, которое вы пишете, оно как будто бы, ну, требует, знаете, расшифровки, требует пояснения. Первое, значит, я очень люблю своего мужа, очень сильно, люблю своего мужа. Любовь – это прекрасное чувство, но что есть любовь, и готовы ли вы принять значение любви такое, которое, по моему мнению, очень сильно отличается от того, что вы, ну, по крайней мере, не то, чтобы даже испытываете к мужчине, а, по крайней мере, то, что вы понимаете под любовью. Вот для вас любовь – это что? Вот что для вас любовь? Попробуйте определить. И я думаю, что вы, ага, скорее всего, сможете сказать какие-то вещи для себя. Но в действительности, в действительности, любовь – это когда мы желаем сделать человека счастливым. В действительности мы любим человека тогда и только тогда, когда желаем ему, безусловно, счастья, безусловно, желаем ему только лишь хорошего. Когда мы готовы для человека отдавать, когда мы готовы для человека делать, и делать постоянно. Не требуем при этом, еще раз повторю, а ничего, взамен, взамен. Вот это – любовь. Когда же мы, или лучше сказать, ну, в данном случае, возможно, вы. Когда вы пишите, что я люблю, вы готовы делать человека счастливым. Вы готовы делать человека постоянно радостным, постоянно делать ему что-то, стараться для него, именно для него, но при этом ничего не требуя взамен. Но так же, что важно, вы при этом не вредите самой себе, не лечая вредить себе и при этом любить человека, делая для него все, что нужно ему для счастья. Вредить себе, еще раз, это не выход. И я надеюсь, вот это мы с вами поняли хорошо. Надеюсь, что вот этот момент мы с вами уяснили для себя. Любовь. Далее вы пишите про то, что, значит, очень привязанное к нему. Привязанность. Привязанность и любовь – это, знаете как, я бы сказал, очень смешные моменты. Смежные моменты, безусловно, но смежные моменты все же достаточно сильно различаются друг с другом. Смежные моменты, смежные – это значит, что идущие вровень друг с другом, идущие как бы очень часто вместе, бок о бок, но не всегда означающие одно и то же по своей сути. И вот это то, что вам нужно понять. Привязанность есть по своей природе. Привязанность – это именно потребность в человеке для чего-то. То есть потребность в человеке как в средстве реализации, по сути, своих потребностей, своих желаний. И вам, вам нужно это понять, что привязанность сама по себе, хотя идет за любовью, Привязанность сама по себе, хотя часто является производной от любви, все же любовью не является. Привязанность – это совершенно иное. И это, как мы уже сказали, потребность в другом человеке. А раз так, то потребность нужно удовлетворять вам самостоятельно, через свои собственные действия, через организацию своего собственного поведения так, чтобы не испытывать эту самую привязанность. Ибо в данном случае привязанность вам очень сильно вредит. Это абсолютно так. Абсолютно. Привязанность вам вредит. И тогда, для того, чтобы избавиться от нее, нужно просто научиться удовлетворять свои потребности. Свои потребности, ну, по сути, собственными ресурсами. Ага, это то, что, ага, это то, что вам нужно понять, что привязанность не есть и не суть любовь. Пожалуй. Вот то, что можно сказать по поводу, по поводу привязанности. Теперь дальше. Вы пишите. А мне не хватает его. Не хватает его, это означает острая потребность, значит, в том, чтобы через мужчину удовлетворять свои желания. И для вас этот человек, однажды расширив ваше сознание, однажды расширив ваши средства достижения ваших целей и желаний, уже не, ваше сознание не смогло вернуться в нормальную форму. То есть форма, я имею ввиду, это когда вы удовлетворяете свои желания сами, собственными ресурсами. И из-за этого вам теперь мужчины и не хватает. Потому что, простите, вы не можете без него решить свои какие-то проблемы. Ненормально. И это само по себе естественно, но ненормально. Ненормально абсолютно, к сожалению. И это нужно вам умирать. Потому что мужчина, он совершенно не должен вам, ну, знаете, давать того, что вы хотите. Ну, не должен мужчина вам всего этого давать. Просто потому что мужчине, ну, любому человеку не понравится, что его использовать, осознанно или нет, не особо важно, в качестве средства для достижения своих целей. И вот это и есть самое скверное в том, что вы чувствуете, что ваши потребности выше, чем то, что мужчина может вам удовлетворить. И именно из-за этого, именно по этой причине у вас и вникает постоянная нуждаемость в нем. А он не может вам, естественно, давать всегда того, что вам нужно. Просто потому что у людей, ну, слишком разные потребности, разные понимания того, что нужно, что можно, что хочется и так далее. При всем желании лучше, чем сам человек, другой человек удовлетворить свое желание не может. Далее, вы пишите, значит, вы никогда не насыщаетесь. Ну, правильно, потому что это, как, знаете, как наркотик. Вот наркотиков все время требуется еще и еще для того, чтобы, ну, получить наслаждение. Вот так же и вам. И как наркотик вызывает зависимость, так и ваш муж также вызывает у вас, к сожалению, эту самую зависимость. И вот это достаточно плохо. Потому что, ну, собственно, я уже сказал вам, почему это плохо. Повторяется, наверное, я не хотел. Далее, вы пишите, что вы не видите от него того же. Здесь вот момент такой, что вообще-то говоря, вообще-то говоря, тот факт, что вы хотели и хотите получать от мужа некоторую взаимность, уже говорит о том, что ваша любовь, ну, как минимум, не вписывается в то, ну, что я вам сказал. То есть, ваше понимание и представление о любви, а также ваша реализация любви, это не является любовью по своей сути. Раз вы именно хотите от мужчины того же. Потому что, если бы вы любили его, то вам бы, соответственно, не нужно было быть от него в обязательном порядке, а какая-то ответная реакция. Раз так, то это уже условие, а раз условие, значит, там не условие, там любви нет. И это вам тоже следует понять. Далее, вы пишите, что я хочу, чтобы он сходил от меня с ума. Зачем? Для чего? Почему вы хотите этого? Почему вы не допускаете того факта, что каждый человек может любить, ну, допустим, по-своему? Каждый человек может проявлять свои эмоции тоже по-своему. А для чего вам нужно, чтобы мужчина сходил по вам с ума? И ответ, в общем-то, довольно прост. Вы его сами даете далее по... ну, в текст. Вы говорите, что я его постоянно ревну. То есть, вам нужно, чтобы мужчина по-моему сходил с ума. Вам нужен этот факт, как подтверждение того, что вы желанны, что вы привлекательны для него и так далее. И, к сожалению, ваша ревность – это показатель неуверенности в себе и эгоизм. И тогда, чтобы сохранить ваши отношения, чтобы они не распались совсем, вам необходимо сделать следующее. Вам необходимо понять, во-первых, в чем вы не уверены в себе и почему, что вы ревнуете его. Давали мужчины, кстати говоря, повод для ревности вам, но это уже детали. И получить все, что вам нужно своими собственными средствами, в том числе и повысить уверенность в себе через как раз проработку того, что вызывает у вас сомнения в себе. Вот, собственно говоря, это то, что вам можно сказать. Если продолжать, то можно вам порекомендовать свою ревность перенаправлять. То есть, что есть по своей сути она, ревность. Это энергия. Если вы будете постоянно твоему мужчину ревновать, то вы будете внушать ему, например, что вам можно изменить. Вы будете сеять у него эту мысль об измене на пространательном уровне. И из чего уж стоит греха, вы будете разрушать свои отношения недоверием к нему. Хуже. Что особенно ужасно, если он вам поводов для ревности совершенно не дает. И тогда то, что вы можете сделать уже сейчас, это гады раз, когда вы хотите его ревновать. Проявляйте к нему заботу нежное в тепло. Это может стать для вас, в принципе, неплохой привычкой. И если говорить о свободе, если говорить о свободе, то постарайтесь для себя понять, что у мужчины есть как бы, ну, свои желания, свои потребности. Если человек все-таки может и должен быть свободным, а вам необходимо как следует поработать над тем, почему вы запрещаете ему то или иное. Ну, почему вы, например, да, вот почему вы, там, говорили такую вещь, что вы ревнуете везде, да. Ну, раз есть ревность, значит, скорее всего, есть и какие-то, там, запреты. При этом без этого невозможно, ни одна ревность без запретов не обходится, ну и так далее. Все это вам, естественно, не принесет никакого абсолютного позитива и вообще ничего хорошего вам это не принесет. Вот. Далее, на этом, в принципе, можно закончить. Работы, работы вам достаточно. Я думаю, что этого пока более чем хватит. Попробуйте осознать и разобрать все то, что я вам сказал уже. Ну, а если появится желание поработать еще, то буду рад видеть вас в своей личке или выбирайте любого эксперта и работайте с ним. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то дополнительные вопросы остались ко мне, пишите в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Желаю вам всего самого доброго и удачи!